Девушки отдыхают Девушки отдыхают Страшноватая, на мой взгляд, какая-то жакета. Интересно, смотрите, какой там причал. Сейчас, сейчас, возьму какой-то. Сейчас, дайте. О! Нету художественного размаха у скульптора, у коня, ни яиц, ни елды. У нас в Питере Анечка в мост. Я знаю, о чём говорю. Там и мужики голожопые, и кони с яйцами. Всё как положено. Прикольный, прикольный причал, конечно. вообще огонь ладно ладно пошли вызвать брать но смотри она знает геральта ничуть какая какая дефросинь это не его могу дать тебя очки мы есть я столько о вас слышала когда мастер лютик был в баклере он что не день о вас пел но если лютик тебя дрюкнул до это жалобы не принимаешь на и дело чем могу помочь видите ли мой жених франсуа олегов торжественно поклялся что принесет мне башку ужасающего монстра гротника а он не мог просто купить вам цветов или конфет я девушка приличная за цветы с конфетами не даю героическим посвященным возлюбленной но его нет уже две недели а посему вы не могли бы поехать и проверить что там с ним происходит да эти так скажу пизда ему пришла еще нового теперь дурака который пойдет гаргантюа блять в городе убивать поговорим о награде нужно включим цинизм хотя мне деньги ты зачем теперь я сделаю все что могу чтобы ваш жених вернулся живым и здоровым пожалуйста подскажите только где его искать я забыла что вы есть из дальних стран и не знаете где искать его останки есть пещерах у подножья горгоны так близко к городу и что ни один смельчак не пытался от него избавиться пытались многие но ни один не вернулся потому собственно я и волнуюсь понимаю мне пора делу время потехе час да кстати чуваки у вас выбор то теперь собственно либо очки которые всех бесит либо капюшон который всех бесит но броню не я рисовал так что жалуйтесь полякам у меня нет денег крафтить блять какую-то другую так что извините съебались из дороги так дожди а куда мне на ох там какой-то туберкулезник блять накашлял это рядом с городом ничего си рядом с городом туда пилить блять когда китай раком блять чувак сдохни где-нибудь уже побыстрее ты ходишь только заражаешь всех по моему это вообще ненормально так где тут вот придется до дворцовых садов те а а подожди а с дворцов не есть спуск нормально все гротник интересно блять чё за гротники надеюсь чем-то огромная такая зверюга и она размахивает корабельным якорем но это левиафан из доты короче кстати а вот этот квест про которыми все уши просали о чем говорят лошади он не появляется в том месте он появляется то как я понял только после того как ты пройдешь квест с крепостью дунтыны пошли нахер блять чего столько до хрена такой это жесть какая-то ну и ну и движение здесь и причем куда идут все эти люди чё не муравейник блин просто ходят чтобы ходить стояли бы вдоль в дуру улице не знаю там я знаю это место тут геральта рисовали блять надо еще портрет от выкупить портрет кисти этого ну камон да что ж такое бля давай 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 плотва чё за что ты делаешь он там пумба пасется смотреть какой прыжок ты сари свинат за блять бежит бежит меня бодать пинс дон твари фори в яста фью дэй и со правом фи тимон и пумба дом блять бухой в говно храпит я думал его спасать надо походу он такой поприкидывал посидел что тёлка такая не шибко прекрасная конкуренция у него никакой ну его нахер вашего гротника письмо франсуа письмо жакете от франсуа блять давай дрожайший франсуа уже неделя прошла с тех пор когда я последний раз тебя видела возлюбленный мой знаю что ты занят важным рыцарь важными рыцарскими делами но скажи мне дрожайший мой как же можешь ты выдерживать эти страшные муки вызванные разлукой мама каждый день спрашивает когда ты снова нас навестишь а папа добавляет что прямо таки не может дождаться когда же ты наконец упадешь перед ним на колени и попросишь моей руки перед ним на колени а папа вообще в курсе как руки-то просят я им объясняю что ты очень осень занят но я тоже изо всех сил жажду тебя увидеть и сказать тебе наконец да сто раз да твоя навсегда жакета а где ответ на это письмо читать говно оставил знак своей школы на стене умного надо еще такие же поискать чего как о чем он какой школы блять этот франсуа и в школе то не было никогда в жизни так где тут вещь для заданий еще посмотрим риданская грамота блин о дорогая жакета думал я думал и наконец придумал дабы в полной мере быть тебя достойным должен я сперва доказать самому себе что могу заслужить такую честь как взять тебя в жены знай что я принес рыцарский обед и замкну глаз покуда не принесут я на подносе башку городника ужасного монстра коего до сей поры никто не одолел не пытайся меня найти ждем его от триумфального возвращения со славой победителя чудовищ с величайшим к тебе уважением франсуа до франсуа действительно не смыкая глаз только и бдит чё бдун может он на нее хрен забил может он решил что на ее в жопу или он гротника ссет господи ну и озвучка кашля как говорите вас зовут вы какого герба равикс блять из ёбаного черторога равикс из черторога а на гербе моем дева сидящая на шагающем медведи ну раз уж мы поговорили как рыцарь с рыцарем я ланнистер блять франсуа льгов как я полагаю меня прислала ваша невеста она беспокоится что вы что-то долго не возвращаетесь потому что гротник это крайне опасное бестия к поединку с ней я должен хорошо подготовиться но я и смотрю медитируешь во все силы сном в тенечке две недели я медлил это правда но теперь конец замешательству я отдал слова чести и чудовище далее усики девственника тогда не буду мешать ну значит я вхожу часть от придурок может лучше пойти за ним чтобы узнать что сказать о том этой самой невесте за честь за кельта лаз за орду давай и франсуа чуть за хуйня у тебя в руках что-то да пидорский щит что ли какой-то бля но франсуа я манал такие щиты можно знаешь не то что блин мечом дротиком блять от игры в дартс пробить можно о сейчас его бабоси кабаны блять забадают сари рыцарь ты наш чудной но трусца у него довольно бравая франсуа это латы позвякивают или у тебя яйца железные о франсуа погодь блять я сейчас пумбой разберусь блять такая свинопас поганый он сдох хоть о смотри предыдущие ржавые доспехи все что осталось от последнего смельчака который сюда пробрался кости человеческие внутри пустые мозг высосну твою мать что-то на него напала да наверно бля гротник есть у меня такое подозрение не знаю с чего я решил бля опять ничего не видно да что за хуйня вот любят они эти темные подворотни давай баха чё-нибудь м ради хузник смана фака бич а чё такое юбать этому вот так закончится что это франсуа он сдох вот так чудовище выбило факел у него из руки да франсуа ебать ты осел не ну ёпта эти рыцари это конечно да блять где вы их учат чему их учат вставая пёздол блять как обычно сука все за тебя делать придется монстра буду я убивать а девку тискать ты ну и где справедливость да нету ее зови меня блять просто рэмбо я деральд у меня нет дерба делиза и даже шлема я ведьмак франсуа легавка обратите внимание на его тупое ебло он просто не может поверить своему счастью что вы что-то долго не возвращаетесь потому что гротник да да мы слышали твой да 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 а ты не хочешь случайно откажись 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 ну я откажись ты же рыцарь у тебя яйца что у тебя железных два яйца и меч это здоровый голову чудовище но ты же не присягал что убьешь его в одиночку блять эти читеры совсем охуели в общем правда ваша сражаемся значит плечом к плечу за честь да да иди обмудок и щит свой пидорский не забудь о перчатки эти перчатки забыл придурок может про поэтому его убили что у него перчаток не было а теперь мне показали его полоску жизни но его в прошлый раз вообще ваншотнули я даже крика не услышал как его снесли я подожди подожди чувак подожди я должен ведьмачье чутье ай хуй с ним да 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 я понял окей мы идем мы идем грабить банк хорошо бы нам танк но можно и так ведь доллар и франк да 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 и кошечка и и кошка пошлем 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 франсуа дети хоть драться блять научу сначала мы все-таки должны его убить девственник ты блять обусоны зови его странно что-то не вижу этого гротника так может вернемся нет его рощины как теплицы его нету дома а там что такое за саркофаг ох ты блять кости череп маленький темечка не заросло до конца младенец она была около года бубни ты погромче сука в своем ведре он говорит что правду говорят деревнях что гротник пожирает детей о нормально а вот и колыбелька смотрите ничего себе колыбелька до краев наполнены детскими башмачками жуткая коллекция хули твою мать тут происходит игни тут надо наверно игни игн и гнем хорошо давай послушаем что скажет геральт блять и не будем умничать линими что то есть но мне туда не продаваться мечом не знаю ну вот все ясно должно быть паровой сейчас вот тут нет наверное охотиться надо его приманить чем детскими башмачками прочитать свинья гротники в бестиарии шушат я люблю читать гротник это по-любому реликт вот он гротник но это дед дед этот бар лесник короче лесной дед а боровой вот буровой ну да у них против них одна и та же херня просто гротник это именной моб он посильнее будет двумеритовая говнобомба масло против реликтов и гни случилось вот что внезапный ливень застал меня в лесу я подумал хули эту делаю нет нет а я подумал надо найти какую-нибудь пещерку ибо богам не угодно чтобы я промок до нитки и подхватил насморк в мои-то годы и так я забрался в пещеру а там на меня как что-то зарычит я летел оттуда с такой скоростью что человек молния до такого и ни разу в жизни не разгонялся велис штайль травник никто не знает когда в пещерах у подножия горгоны поселился боровик по имени гротник боровики обычно предпочитает труднодоступные леса и редко гнездятся в пещерах но гротник похоже предпочитает горы откуда и пришло его название тогда бы он был бы блять горец или горник это чудовище получила широкую известность среди баклерс баклерских сук твою мать дебильное название рыцари которые часто рассуждали о нем как о потенциальном источнике великой славы никто впрочем не жаждал славы столь сильно чтобы встретиться с горотника в бою за исключением ионова рыцаря франсуа может надо было что франсуа сдох хуй ему не слава блять халявщику а и гни растения поджечь давай сожжем его коноплю тут он взбесится франсуа ты готов франсуа блять оланда гротник отобрал их у своих жертв бля франсуа туши меня франсуа франсуа ты блять бесполезен я еще одно еще одну не сжег а вот и вышел с носом гэндальфа и блищем гнома лысый гротник ох и здоровая паскуда ох и гнида блять он еще и архи споры призывает держись опа а это чё такое вообще было он чё он кого там ах ты пидораска что красоте ой чё делается да блять пиздец на архи споры конечно блять это вам не это дима это херня это это говно меня лечить должно или какой-то другой вообще-то не понял что выпал так но арки спору мы уделали очередь за старым говноедом пути на нас ублюдать ты там давай свои пафосные речи блять жене потом расскажешь я будешь рассказывать как ты в одиночку блять гротникова ушатывал все покажи что умеешь франсуа франсуа вообще что-нибудь умеет все лошок сейчас я ему отрежу яйца придай меня скажи что я убью тебя никто не узнает что ты мне помогал давай я очень хочу тебя грохну кажется самое время тебе вернуться в баклер нет ибо башка этого чудовище слишком мало чтобы выразить как сильно я люблю свою избранницу я отправлюсь странствовать по свету какой-нибудь другое чудовище в ее честь зарублю короче с жениться ты не хочешь да по-хорошему советую забирай эту башку и заканчивай с этими глупостями интересно что этот трофей то что я хочу прославить имя своей возлюбленной на весь мир не значит послушай меня сражение с чудовищами это не гербы и не начищенные доспехи не млеющие дамы это работа чертовски опасная неблагодарная работа для которой ты не годишься тупер идею нибудь другой способ доказать свою отвагу потому что пока ты доказываешь только глупость выбирайте выражение мастер ведьмак в тусэнте и за меньшее можно получить вызов на утоптанную землю окей давай вам сложно отказать в правоте померяемся силушками не нет допизделся не бьет что там пора пора возвращаться домой доставайте вашу шпагу сир куда пошел сука чертёныш блять пиздеть не мне будут я хуевая ваще дорогая редакция ну и люди тут живут заебанная деревня в жопу ёбаный народ ой ёпта ничего не вижу эй камон конфеточка так вернуться к невесте франсуа бля где мой конь то богатырский есть ли какая-нибудь бля бля отлично ты встала замазал замаскировку явный плюс чё тут рядом еще интересно еще да тут блять море приключений прям я считаю что надо доехать до этого знака вопроса и а это та гора где я нихуя не нашел нет там он где-то в подземельях этот знак вопроса пошел нахер ну тогда нам прямо бля тут эти канавы эти ссаные тоже а вон там турнирные поля там там должен быть телепорт или не должен быть телепорт для геральт жрет все подряд только что конфетку смузырил сейчас сыром будет заедать обалдеть рыцарь это смотрю разъезжаться на обратно на подвиги не торопится и мы тут зашибись так кстати мне там писали про то что геральта надо перебрить перестричь у старая добра прогрузочка а потом спрашивает зачем те gtx 1080 так вот затем чтобы нормально писать эти долбаные игры когда просто играешь это одно но когда еще запись на слышу на ваших свершениях но у тебя прическа как у меня так короче я хочу о двадцатка в прошлый раз мне десятку взяли бритая голова ну-ка давай-ка стильно модно молодежно дерзко смело это бритая блять голова ну пусть будет так давай оставь бородку усы и баки и нахер еще баки чехов блять антон сука палыч чехов не давай нахер вообще-то волосы отстойны а вот по бокам иконский хвост мне вот эта притча больше всех понравился и раке сама нельзя запиздячить но нормально мне пора геральты как не постриги такой демон пусть лучше обрастет осветление восстановление перхоть и уничтожение перхоть и уничтожение так ну так себе квест как-то вот нету в нем какой-то вот такой юмористической или сюжетной изюминки но кроме того что франсуа тупо сдох в начале ибо бездарное чмо по сути они рыцарь вообще тут рыцари какие-то ни на что не годны сами вообще ни черта не могут один там не мог с тёлкой зарамсить который там в птичку превращалась этот не может башку отрубить чё-то она несчастлива что с ней чуть не блять не так скажи что он споткнулся по дороге назад упал с коня и свернул шею у меня тоже француза уже вернулся через неделю мы играем свадьбу завтра мы идем слушать наставления молодым супругом послезавтра на примерку платье потом смотреть свадебный зал я так рада я думаю франсуа повесился вот море поздравления как говорится совет вам для любовь я вам желаю удачи на ведьмачьем пути пожалуйста вот ваши деньги прощайте да ладно оставь молодым на тамаду то 300 крон тамада за такие деньги в отличие от ведьмака работать то не станет я думаю на забота о ближнем своем в этой игре прям процветает так чё тут еще интересно у меня еще задание побочные остались винодельня винодельня грифоний грот о рыцаре и прекрасной даме что это к блядь но поближе не как хрен бы с ним блядь слышь чертила чё тут разлюгся пели любля даже даже тупо перематывать долг так пещера шептуна или винодельня кастель и равелла что ближе пещера шептуна нет винодельня поближе хотя здесь просто по полю надо проехать а там петля вокруг стены при контратаке вы можете отрубить язык кладбищенской бабе вот не знал кстати что и вообще контратаковать можно но почему-то в этой в этой дел сишки нету кладбищенских баб нету нету у всех вот этих призраков каких-то миза которым я привык за 1 dlc и основную сюжетку здесь какие-то блять архи споры одолевают грёбаные их красивая звездная ночь среди как космос видно так это тусня похоже на цыганский табор проговори поговорить с дровосеком якобы блять это вот он там что-то бочки здоровые потерпи еще немного дафна он чё бля с деревом разговаривает стоп и да где факта эх мать твою держись барышня барышня дерево волк а все ясно он ебанут не но извините я с ебанутыми не работаю ладно ладно конечно тут вообще блять все тут все такие мать твою держись барышня дерево стонет и еще немного долбанутость заразно а волк что тут делает блять вот это вот это трио ты я спокойно можно лежать кто спрашивает как на такое ебало шапок это налезло непонятно такой как сказках и преданиях луиса герреры вот мне повезло то а то никто мне не верит что это дерево заколдованная барышня дафна из сказки ты бы ее расколдовать мог может ее так в дупло присунешь кстати чувак это не ты в интернах санитара играл а то похоже ты не староват ли для сказок на грубость нарываешься ведьмак не похер тебе для чего я старый да правда не мое это дело но все шатай дубло дупло грубия но что мы друг друга поняли свиномат блять я ее расколдую я шею и дрюкну ты знаешь я же ведьма чего ты взял что это заколдованная девушка ну прихожу я на вырубку с моим псом моргал там подхожу к дереву замахиваюсь секирой богатырской оттуда кровища как хлынет складно пиздишь но это не вырубка челюсть упала а потом дошло это точь-в-точь как в истории про дафну гаррета и ведьмака с рысией скалы это из преданий сказок герреры ну да сука издание второе исправленное иноктава я эти истории наизов помню мне их бабка на ночь читала от корки до корки с послесловия мы выходными данными откуда его их к сказкам какая мне нахер разница откуда не любовь блять к сказкам и она уже сказал бабка читала только осторожно на старый я блять ты и топором рубил с не ничего не стала я посмотреть просто готов поклясться что в шуме листьев слышен плач из него действительно течет кровь самая настоящая человеческая кровь судя по форме картины коронами старого застанавливающийся шерсть он несет работа на лесосеке шла полным ходом очень странно что вокруг ветвы нет других деревьев лесосек это что-то новое лесосек понял я в чем дело ты дерево осмотрел да она сочится кровью и действительно выглядит необычная наверно наверно у нее месячные я тебе помогу только сперва подумаю с чего начать а что тут думать я уже все знаю парышня дафна и рыцарь гарет любили друг друга со страшной силой но чтобы стать достойным руки своей избранницы гарет отправился в поход на ведьму с рысей скалы когда гарет уходил в холмы в знак своей милости дафна повязала рыцарю платок надо думать рыцарь не вернулся не вернулся она стояла здесь и высматривала его днем и ночью пока не вросла в землю не стала деревом интересно почему потому сука что ждала когда гарет вернет ей платок потому как такая вот могучая тоска и сила любви это же до чего да чё платок не было жалко имись на рысью скалу и придумай как расколдовать дафну я тебе дам свою книжку со сказками чтобы было куда заглянуть если что хуя нас ты когда ты когда таким командиром достала чуть не понял вот вы поняли да а вы хатика тёлка вон блять платок свой назад ждала пока в дерево не превратилась а я знаю по крайней мере трех шалаф которые пацана из армии дождаться не смогли там-то и дело сука что живут такие только в сказках съебал здоровье рогатый хрен так где мой конь богатырский темно жутко ничего не видно ну благо что плотва сама дорогу видят поэтому тут только знай газуй на рысью гору поднял я что-то про рысью гору по мужу слышал про ведьму который там мужиков чё там а джон отваживает записочка была опа блять вот слышали так плотва давай включай скалолазание детка ну все 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 ну пожалуйста ну пропустите ну блять да чуть-чуть же осталось да ёб твою мать в темноте в темноте да ёб что чё делаешь то блять кривоногий это нифига это тут идти надо ничоси за скалолаза не придется жирного доплату брать она хата блять сколько лет штопор бокальчик ведьма тут побухи вала так я хочу посмотреть по быстренькому книжечку это что там написано там явно какое-то руководство по прохождению данного квеста кстати затравочка неплохая письмо сказки легенды книга я думаю это она да рыцарь гарет и девица дафна любили друг друга до жути но чтобы завоевать благосклонность будущего тестя гарет а пришлось выполнить семь трудных заданий геракл хуев седьмое задание было самым трудным гарет должен был отправиться на рысью скалу отыскать ведьму что там жила и вы и убедить ее снять проклятие которая изводила край все и дафна тоже просила гарета склониться перед ведьмой а надо вам знать что ведьма с рысьей скалы была злобной и нелюдимой даже для колдуньи а я лед ее сердце растопить могла только искренняя покорность и все же гарет не пожелал преклонять колени перед ведьмой и решил силой принудить ее к соитию то есть снять проклятие никто не знает что случилось на рысьей скале но гарет так никогда и не вернулся к своей избранице дафна же стояла на вершине холма и высматривала его день и ночь до тех пор пока не превратилась в дерево чтобы дожить до возвращения своего рыцаря таковы были сила ее тоски и сила ее любви если случалось кому ранить это дерево острием секиры то видно было что из рассеченной коры льется кровь потому и начали люди обходить это место стороной чтобы дафна в спокойствии могла дождаться своего рыцаря и наконец все они забыли тара ну что а ведьма то сколько лет прожила сейчас заходишь видимо тоже там в дерево превратилась и гарет наверно так гарет наверно здесь здесь наверно должен быть летний сортир в котором насрано вот это наверно гарет соляночка походу варится местная перцовка местная перцовка трубка воск флейта дом кажется жилым на никого нет осмотрелся ладно бабка не ори лучше слюни подотри по лесам я бабку мотаясь уже почти недели три у меня уже кишки завязались в узелки а чтоб вовсе не загнуться я сожрал свои носки и я подохну сейчас вообще на варим не бабка щей так а что я за эликсир часа подобрал трансмутация какая-то очищающая микстура может вот это хера по с ней что вороний глаз нужен не греду эй камон отвар из доплера отвар из суккуба вау надо суккуба пиздануть найти и доплера выучивает урон критический удар при атаке сзади анальные доплеры ух и засранцы что за ингредиенты по запаху не понять о трансмутации тел трансформация тела одно из труднейших магических искусств которыми владели только мастера но даже они в совершенстве освоили лишь одну форму это связано с психофизическими ограничениями поскольку безопасное превращение в зверя может обеспечить только идеальная приспосабливаемость к животному в которой хочет превратиться чародей уверен пример ульфа чернобородого который в течение известен вернее в течение многих лет жил в пещере с медведем чтобы познать истинную суть этого зверя она оборотень что охуенно и что чуть-то глибер и вонис книга запрещенная капиталом чародеев было крайне безумие кричала да 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 хуйня какая-то ничего не понял кукла для магических ритуалов на тут вуду процветает так а пальчик заберем заметки на лежащем использовании тысячели заметки о применении стеблей тысячи листника любопытно но отравить читать я ебал и так они все знают а это что с гаррета шкуру спустили по ходу дан дан там все предметы для чар или трофеи сломанная пополам стрела наверное приносит неудачу стрелку да мы тоже играли в героев виноградная лоза дает хороший урожай или наоборот а платок наверное это сезон этих сезон антроглодитов количество ваших троглодитов удвоено блять но платок шелковый платок с монограммой df если это платок дафны он поможет снять проклятие к фискуем обычно меня навещают только дикие коты а тут на тебе ой какая тетя ищешь моем доме ну теперь любви бать о слушайте как как она похожа на на люси лоулис на зену королеву воина так то что а то что это пустая трата времени посмотрите что никто сказок на ночь не читал даже ведьме с рыси и скалы нелегко преодолеть силу тоски и любви не серьезно пишите в комментах это же реально люси лоулис так я сам смогу раскладывать девушку прошу тебя расколду я могу заставить тебе снять проклятие на колени надо упасть там в книжечке написано да я бы и так перед такая такая дома ух я бы ее уговорил если бы я попросил тебя снять проклятие гарет получил то что заслужил а в том что случилось с его девушкой нет моей вины значит ты ее не проклинала но ты можешь ей помочь конечно только зачем мне это палку просит я склонюсь перед тобой так как должен был склониться гарет из сказки а потом я зарублю тебя нахуй так как должен делать ведьма я прошу тебя о помощи расколдует девушку заточенную в дереве я наблюдала за тобой когда ты вошел в мой дом и подумала этот человек не склонит головы не перед кем встань мне прогибаться не впервой никто даже я не сможет вернуть девушки утраченных лет и возместить страдания которые она пережила мы не вернем ее к жизни но я скажу тебе как сделать так чтобы она ушла с миром у моей помощи есть цена прядь твоих волос смудей только если не знать что ты не используешь ее чтобы меня зачаровать она нужна для заклятия которые скроет меня от твоего взора если ты захочешь еще когда-нибудь меня донимать не для чего другого обещаю не бойся я всегда держу слова о да ты же женщина вы не умеете этого делать не заставлю тебя и расколдовать можете пиздюли просто вкатима старый добрый богатырский поединок на справлюсь сам срубим дерево да и в жопу и ну давай ладно прогибаться так по полной можешь взять прядь моих волос блять я только подстригся еще и так много хорошо что мне делать ты должен убедить девушку что ее возлюбленный хотел вернуться но погиб возьми с собой ее шелковый платок и частицу останков гарта его кости белеют в пещере под этой скалой пусть его останки и платок поглотит огонь и помни твои намерения должны быть чисты ты понял спасибо за помощь и прощай как только ты уйдешь отсюда больше мы уже не увидимся как намерение геральта могут быть не чистый блин у меня какая-то если ведьма убить ее чары разве не не так это не работает иначе когда сдох гюнтер один должна была расколдоваться и вихт как-то мы зовут блять марена или чудо его кости билет в этой пещере а простите а кто его тут скажем так пизданул ёбаный насрал кто там опять ебаные кикиморы заебали господи никакого разнообразия так окей начинается начинаем веселиться начинаем песни петь где моя пурга сука твою мать сука твою мать ох ты блять да какие мары на редкость пидорский мог ебать но блять но пиздец на вот раньше чем я успеваю сделать свой удар чтобы этот меч заточить кикимора блять атакует в ответ на твои яички блять тваря босса на и пошла интоксикация ёпты камон молотать чем будем за то что сжигаете яйца мне еще чем дают а найти останки он где-то здесь помер где белеют его кости может он в сундук спрятался и помер нет горит братишка черт я басу это дерево где этот гхарит да это та пещера на есть одна наверху что ли да он и светится хер замешиваем чуть сюда упал да ёптой мать и чё с ним кто из них гарольд а это один нехило его размотала рыцарский латный доспех кости скелета неужели то останки гаррета интересно что разорвало доспехи магия наверно суза дерево и снять заклятие магия или кто он сказал какая разница нехай было на ведьму залупаться придурок я думаю что у этого квеста ливень классный это и есть хэппи-энд для данного квеста потому что но как город сдох его не вернуть че это такое ох ты сука блять слушай совсем охренели так а мой меч то точится он там чё-нибудь набирает что 27 хуйня какая-то так где моя кляча богатырская глухая что ли бля надо ветеринар вот какой человек в беде в каком беде ой пошел нахер человек беде ничё с тобой не станет посидишь еще клеточки надо узнать чё с городом через дерево я надеюсь на записи хоть что-нибудь видно потому что просто крайне драматичная погода именно для такого квеста подходит ливень грозы я нет я таки грозы вообще в этой игре еще не видел ни разу не торопись опа а нет это вырубка походу пеньки тут есть я думал что эту бабу срубили проговорить а то что у этого чувака волк и топор говорит о том что возможно он сейчас не захочет убивать дерево скажет я на ней жениться хочу посмотри на меня у блять лично еще успокоил волка ну так на всякий случай ну что ты встретил ведьму что ты узнал до пелемешек плохие новости я знаю как расколдовать дафну надо будет провести ритуал используя ее платок и останки гаррета с этим придется подождать до нужного часа тогда я разожгу четыре костра по четырем сторонам света и начну обряд костры ну тогда и я на что-нибудь сгожусь трава то тебе понадобится какой у него нож зазубрина руси сколько сможешь а я займусь остальным настал звездный час лесоруба он пригодился а я займусь остального сложил костры что дальше буду сидеть и нихуя не делать теперь моя очередь я должен зажечь огонь и поговорить с девушкой не знаю чем это кончится так что на всякий случай держись подальше а если увидишь что я вынимаю меч лучше беги да ладно она напасть еще может кто она будет лесная баба посмотри в свой миг последний ты на все стороны света с юга не слыхать ни слова из востока нету зола эти обжукся север дышит тишиной а на западе нато и геморрой и только запад вихрем воет ты не жди он не живой обязательно блять с не стихами разговаривать уже бродский нашелся выслушай меня заклятое в дереве настал день твоего освобождения вот платок что ты дала в доказательство любви видимо то еще сука никакой солидарности вот кость того кому ты подарила свою любовь гарет мой гарет он не вернется ко мне да не вернется он разлюбил меня он не был неверен он не сохранил верности гарет был уверен тебе до конца мое время пришло я так долго ждала так долго страдала теперь я хочу выйти иди хатика иди прощай барышня благодарю незнакомец и тебя мой рыцарь за то что был рядом и разговаривал со мной не плач пельмень держись будь мужчиной я то думал она иначе все кончится но видать оживить бы мы ее не смогли абсолютно абсолютно не вариант мы сделали все что могли славная работа вот тебе твоя плата и книгу можешь взять спасибо а чебеса что было бы я себе сказал что не был вилай надо мне как-то уложить это все в голове иногда так хочется включать плохиша и делать людям гадости давайте посмотрим это блять так смотрите где у меня чекпоинт контрольная точка рыцарь в красной даме контрольная точка быстрое сохранение сейчас посмотрим я нарубил дрова где еще блять на время нет а если да 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 надо было наверно блин не с этого момента начинать было посмотри в свой миг последний ты на все стороны бокс 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 с юга не слыхать ни слова сду из востока нету зова ой я чё-то наебался север дышит тишиной только запад вихрем ворит а тут без разницы жди он не живой так даже по быстренькому получилось вообще красота выслушай меня вот плод вот он разлюбил меня он не был неверен губи что не рабочий блин город не сохранил верности тебе человек вслеплен из говна барышня все мы совершаем ошибки из говна божьего жесток этот мир как тяжела истинная любовь но чем бы был этот мир без любви мое время пришло я так долго ждала так долго страдала теперь я хочу выйти то есть вообще не важно что и говорить прощай барышня судя по всему благодарю незнакомец и тебя мой я-то думал она иначе на к сожалению вообще ни на что не повлияло свой бывай и денег он дал столько же да да денег столько же и так а давайте посмотрим что будет если надерзить а если не читать книгу нету варианта с прогибом мы согласишься сама я смогу тебя заставить давайте посмотрим знаешь чего я не терплю больше всего бахвальство и угроз особенно под моей собственной крови я ща перну из твоей кровли крыша слетит твоя соломина можем договориться нет уже не можем интересно кто вот эта пума ты же сейчас умрешь надо абсолютно ахандал и чё первый раз магическую о вау 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 блять у неё аналог игни по моему не игни а этого вот эта хуйня заебал она и чё ну чё салабон шабли меня победил похоже придется исполнить твои желания как положено по традиции как ты же сейчас умрешь здесь будь по-твоему я тебе помогу я сделаю все возможное чтобы развеять заклятие которое удерживает дух этой девицы в дереве почему я должен тебе доверять потому что я всегда держу словом да да слышали уже но ступай уже только не забудь она и я сдержу обещание о замес ух как она умеет а чё сразу не сбежала а ну-ка давай-ка плясать выходи ебать какие неебически опасные горы я хочу заметить ну что ж посмотрим исполнит ли это злобная сука свое обещание слово то она держит твою то мать где же якоб по своей воле он от дерева бы не отошел свежая кровь и глубокие следы на земле похоже якоб бежал а за ним гнался пёс она собаку зачаровала ебать так вот зачем собака в этом квесте вот это ведьма я всегда держу слово вот пизду не блять надо было зарубить нахуй так не было варианта такого моргал а где твой надо посмотреть что там с якобы что с якобы блять его собака сожрала твою мать ведьма освободила духа из дерева как обещала только не сказала что призрака охватили боль и безумие он вселился в первое попавшееся существо то есть в пса а тут убил якобы какая конченная неблагодарность благородный дровосек жаль что все так кончилось навсегда жизнь напоминает сказку но надо же во что то верить ну честно говоря вот этот конец мне даже больше понравился но тут надо было быть вообще железным дуболомом чтобы настолько этот квест просрать ну что ж абсолютный хэппи-энд невозможен абсолютно 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 хэппи-энд невозможен здесь в данном конкретном квесте но за это мы ведьмака наверное и любим что не во всех квестах есть варианты которые устроили бы малолетних деток иногда надо учиться принимать и то что действительно все не сказка ну квест с бароном тому наглядное подтверждение там что так хуйня что так хуйня никакого хэппи-энда ну да что уж там это мучает игра престолов что не каждый не каждому главному персонажу дано дожить до конца повести короче на этом все я загружусь потом в том сейве где я удачно выполнил этот квест потому что с первого раза удачно выполнил ну и что-нибудь пишите что-нибудь жмите и да возможно что некоторые квесты имеет смысл проходить и показывать здесь во всех вариантах возможных в конце концов это интересно но сейчас просто мы мы 같아서 Продолжение следует...